Как поддержать аграриев? Обсудили на совещании у президента. Шансов на хороший урожай все меньше. Причина – засуха. Последний раз такая же была в 1946-м, говорят специалисты и прогнозируют потери в аграрном сезоне 2020-го в 300 миллионов рублей. Удар по экономике республики должна смягчить специальная рабочая группа. В нее вошли представители правительства Верховного Совета, Фонда Госрезерва, а также аграрии и банкиры. Одна из инициатив – кредитование сельхозпроизводителей для покрытия дефицита оборотных средств. Предложение правительства – 3 из 11 банковских процентов просубсидирует государство. Срок выплаты кредита – до 2022 года, а размер будет зависеть от объемов погибшего урожая. В планах освободить предприятие от уплаты паевых сборов, земельного налога и почти вдвое снизить налог на доходы для перерабочиков сельхозпродукции. Меры поддержки аграриев обойдутся в стране в десятки миллионов рублей. Я всегда делал ставку на миллиардацию. Я всегда понимал, что все-таки Приднестровье – это земледелие повышенного риска, это засухи и не случаются. Почему, в принципе, мы сделали цену на воду маленькой – 70 копеек. И мы, кстати, обозначили, что данная цена не будет меняться там 5 лет. И мы свое слово держим. Если вы сами не будете расширять мелиоративную сеть и не будете вкладываться в эту миллиардацию, то тянуть на себе 70 копеек государство вечно не сможет. Вечно не сможет. То есть, чем больше миллиардации, тем выгоднее государство. Эти 70 копеек будут окупаться. То есть, не 70 копеек, а те дополнительные деньги, которые выплачивает государство. Путем вашей добавленной стоимости, расширения производств, создания новых рабочих мест. Поэтому миллиардация – это однозначно краеугольный камень нашего сельского хозяйства. За год площадь поливных земель Приднестровье выросла почти на 4,5 тысячи гектаров. При этом развивать земледелие необходимо сообща, говорили на совещании. Строительство магистральных водопроводов, к примеру, должно быть за госсчет. Проблема реконструкции оросительных систем особенно назрела в Сабадзейском и Григориопольском районах.